Всем привет, мои сладкие булочки! С вами Элли, и мы продолжаем проходить кровь на софитах. Мне кажется, этого прохождения не было на канале уже целую вечность, но мы исправляемся. Поэтому, если тебе интересно, а что же там дальше, собственно, было в этой новелле, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и включай колокольчик, чтобы быть в курсе самых свежих видео и смотреть прохождение вовремя. Вот, а мы погнали! Так что, у нас какая шестая глава? Мне есть 18, мы играем не в наушниках, но мы включим музычку, чтобы она, естественно, играла у нас на фоне. И пока все загружается, я, если честно, я помню... Нет! Подожди, подожди! Я даже сяду... Опа! Поудобнее, потому что я помню, чем все закончилось в прошлый раз. Отлично, мы скачиваем вновление. Класс! Почему я не сделала этого до начала записи? А, это наша Лисочка! Это наш девчуля, да. Так, с кем мы тут мутим? Ну, мы мутим с Крисом, это ясное дело. И немножко подмучиваем с Виктором, откуда два сердечка у Эйми, я понятия не имею. Да-да-да, начать прочтение. Это прошло наш первый... Это произошло наш первый поцелуй! Это тёлка из прошлой жизни и Витюня. Виктор поцеловал меня, когда мы гуляли по парку Каутери Форест. Мы остановились на середине небольшого мостика, где открывался чудесный вид на закатное солнце. Он крепко обнял меня, и наши губы... Ах! Соприкоснулись! Как прекрасно! А потом это станет мальничело-убийца. Ах, да. Спойлеры, мои дорогие. Так, глава 6. Что-то открывается, что-то закрывается. Да теперь мне понятны причины всех этих странностей. Но легче от этого не стало. Виктор сказал, что никто не переживёт этот ритуал. Неужели нам отсюда не выбраться, а сесть на автобус и просто свалить? И всё. Вся твоя проблема решена, моя пусечка. Слушайте, я, наверное, надену один наушник, потому что хочется мне... Да, я знаю, знаю, знаю. Не-не-не-не, сейчас мы всё сделаем. Подожди. Значит, тут Bluetooth отключаем. Тут, наоборот, включаем. Я надеюсь, что музыка сохранится. Вот так. От предмета, который лежал на подушке, меня моментально бросило в дрожь. Это была маска белой лисы. Ведь он нам сказал, что он всех прирежет, потому что ему нужно воскресить его возлюбленную. И, скорее всего, она завладеет нашим телом. А ему в какой-то очень странной ситуации. Нужно быстрее вообще-то текать отсюда и рассказывать об этом всём Крису. Я схватила её и поспешно отбросила на пол. На какое-то время замерла в ужасе, глядя на зловещий оскал, а затем дёрнулась, подняла и швырнула в шкаф с грохотом, захлопнув дверцу. Молодец. Да что же это такое-то? Я не понимаю, почему ты до сих пор в комнате-то не убралась? Что за пошарпанное... Кто так живёт-то, мать? Что это такое? Что это такое за безобразие просто? Я вот просто в тенях, да, вижу некрасиво. Я не могла заснуть почти до рассвета. Ворочалась и с тревогой поглядывала на гардероб, возвышающийся в полумраке. Под утро, наконец, пришёл неглубокий и беспокойный сон. А-а-а! Крис нам, по-моему, сказал, что... А-а-а! Мы бежим через какое-то время, потому что мы не будь дурами, а рассказали тут же всё Крису. И Крис каким-то вообще чудом, если честно, нам поверил. Потому что, ну, обычные бы люди не поверили, а Крис поверил. Поэтому Крис мужик хоть куда. Но и он не продлился долго. А что так? Не, ну посмотри, ну кто в свинарнике таком живёт? Ну, ё-моё. Я открыла глаза и прислушалась к звукам в соседней комнате. Там шла какая-то возня, приправленная разговорами на повышенных тонах. Э-э-э, дайте поспать, пожалуйста. Но накал страсти увеличивался. Собеседники уже перешли на крик. Остатки ста растворились. Недовольно потирая глаза, я присела на кровать и вслушалась. Голоса доносились из комнаты Джейсона. Первый определённо принадлежал Далтону. А Джейсон это наш горе-режиссёр, по-моему, да? Я не отдам тебе пистолет, Джейсон, и не имеешь права. Не неси чепухи, зачем он тебе? Я уже говорил. При упоминании оружия я поюжилась. Далтон шмалял направо и налево, это тоже мы помним. Новый день, новые приключения. Хочу разобраться, что там происходит. Ну, хорошо, пойдём. Зачем, правда, нам текать отсюда нужно? Вообще, похер на всех должно быть. Порылась в комоде в поисках свежей одежды, которую мне по-прежнему одолжили костюмеры. Так, ну-ка, давай-ка. Помимо верхней одежды я нашла пакет с нижним бельём. Неужели тут что, планируются постельные сцены? Диточка Матей, это не должно волновать. А с другой стороны, почему бы, собственно, и не оголиться перед зрителями? Правда? Согласна, согласна. Ва-ля-ля. Ва-ля-ля-ля. Ну, нет, нет, нет. Ну, кстати, вот это прикольно. Мне кажется, классический базовый гардероб, но мы, конечно же, наденем вот этот вот неудобный. Неудобный! Неудобный, но полностью практичный наряд. Так, алё, а чё? Я нажала применить. Блин, пропустила. А, и верхняя одежда. Подожди. Мне кажется, что-то куда-то к интиму всё идёт. Ну, это прям совсем грустно. Это как-то странно. А это как-то пошлюшки. Ладно, шучу. Это не пошлюшки. Это неправильно, я сказала. Но как-то, знаешь, слишком откровенно. Там вроде холодно на улице, да, если я не ошибаюсь. Ну, это как-то слишком скучно. Не, ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, пускай она у нас будет красивенькая. Ну, красивенькая лапочка моя такая. Так-то лучше. Всё. Прическу будем делать или как? Мы выбрали нижнее бельё, мои дорогие. С Крисом будем спать сегодня с вами. Ну, может, и здесь завтра или как это пойдёт уже в наших с ним отношениях. Я быстро выскользнула в коридор и направилась к комнате Джейсона. Меня раздражает Джейсон, если честно. Вот прям, знаешь, какой-то такой персонаж-балласт. Не побоюсь это сказать. Персонаж-балласт. Дверь была приоткрыта, и я вошла без штука. Кто вообще ведёт ветку с Джейсоном? Ну, это же биполярка чистой воды. И это вообще амбиции, которые не знают границ и не знают, как правильно распределять бюджет, мои дорогие. Если такие мужчины не умеют работать с бюджетами, нам таки не нужны такие мужчины. От одного взгляда на Далтона по телу пробежали мурашки, потерянный взгляд, покрасневшие веки, дёрганные движения и застывшие в кривой ухмылке губы. Да что же здесь происходит-то такое? Кэролайн, это вы. А кто ещё? Блин, вы под моей комнатой орёте. Я опустила взгляд на револьвер в его руки и вздрогнула. Далтон, пожалуйста, уберите оружие, что-то вы меня как-то пугаете. Я битый час, прошу его о том же. Я видел её своими глазами. Это была тень. Ты должен остановить съёмки. Расскажите ему, Кэролайн, вы ведь тоже. Он отказывается, верит и ставит жизнь людей под угрозы, конечно. Кэролайн, что он несёт? Господи, это уже ни в какие ворота не лезет. Виктор дал понять, что убьёт любого, кому я расскажу о планах. Простите, Далтон, но я не могу рассказать вам ни о чём. Но с другой стороны, если Джейсон всё узнает и поверит, будет шанс убедить уйти его. Отсюда нет выхода. Витя! Витя, что происходит? Ты сам появляешься передо мной, что или нет? Если, конечно, получится. Давайте расскажем про тень, если честно. Давайте я расскажу. Мы можем просто по факту рассказать, что мы видели тени. Далтон говорит правду. Я тоже видела эту тень. Что? Господи, и вы туда же. Я вам не верю. Всё. Далтон, я знаю, это звучит дико мягко сказано. Наверное, Джейсон там было, да? А то, что я скажу дальше вообще, покажется бредом. Ну, послушай, прошу. Мне кажется, Джейсон нахер нас пошлёт. Режиссёр скрытил руки на груди и выжидающий на меня уставился. Я думаю, что тень – это Виктор Леру. И он собирается провести ритуал, который убьёт всех в этом доме. Вот так вот. Ну да. Нет, я не издеваюсь, Джейсон. Ты просто хочешь почему-то продолжать съёмки, не имея на это бабла. Всё очень просто. Это не инди-кино. Это большое кино. Я отрицательно покачала головой. Я видела его, Виктора, и даже... Я даже общалась с ним. Ну... Когда? Когда упала на площадке в обморок. Я смутилась, поняв, как прозвучат мои слова. Я была без сознания, да. Джейсон нервно рассмеялся. А мне вот на днях снилось, что я с Анжеликой Кроули. Заюня, мне очень нравятся как бы ваши фантазии, но... Они не имеют отношение к делу. Не знаю, что вы там употребляли оба, но у меня больше нет на это времени. Режиссёр в чьих глазах теперь читал из раздражения кивну. На револьвер в руке Далтона. Можешь хоть пулю в лоб себе пустить, только не мешай мне делать работу, раз сам не хочешь делать свою. Он развернулся в мою сторону. А что касается тебя, я дал тебе шанс. А ты... Ах, к чёрту вас! Ладно. В следующий миг он театрально всплеснул руками и быстро вышел из комнаты, хлопнув дверью. Далтон тяжело вздохнул. Он ослеплён своими, да, совершенно согласна. Он вообще не соображает. Я его не виню. История дикая, ну как ни крути. Согласна, это прямо как... Это прямо как... В калюзок тьмы влетать в расследование какие-то мистику и сны. Ладно, шучу. Ну вы, то есть, мы можем теперь перейти на ты, да? Давайте, давайте. Давно пора. Ты говорила с Виктором Леру во сне? Да, всё верно. А там случайно, господи, я подумала, что там в углу стоит какой-то Виктор Леру. Надо... Забыла совершенно, что здесь есть ещё и скримеры. Ахм. Надо глотнуть мальца чайку, чтобы получить... Далтон задумчиво потёр подбородок. Интересно получается. Он мне верит? Вот так вот просто, что ли? Это вызвало у меня беспокойство за его душевное состояние. И за своё тоже. Всё это было похоже на коллективное какое-то помешательство. Так, подожди. Ну и что он сказал? То есть, получается, нам и Крис ещё, и Далтон. Вообще классно. Ничего хорошего. Если верить моему видению, из дома вообще никто не выберется. Леру планирует провести здесь какой-то сатанистский ритуал. За этим мы все ему и нужны. Хм. Вообще-то это странно. Я не удержалась от нервного смешка. Странно? И только... Да почему странно-то? Чего он ждёт? Почему до сих пор не начал действовать? Не знаю. Может быть, тебя он ждёт, мать. Ты чё? Он тебя ждёт, чтобы ты добровольно сказала. Да, бери моё тело, бери меня всю. Возьми меня, мужчина мой. По коже пробежал лёгкий холодок. Мы так буднично обсуждаем возможную гибель. Какое-то время оператор молча размышлял. Что-то не вяжется. Слушай. Вряд ли Виктор всё это время просто сидел и ждал, пока к нему в гости нагрянут жертвы. Правильно? К чему ты клонишь? Возможно, ему помогают. Например... Молодец, Далтон! Мне нравится куда-какое-то, куда он как бы додумает. Что? Но кто? Кто-то... Кто заманил нас? Это Джейсон. Конечно, ты чё? Конечно, Джейсон. Не знаю. Но я попробую разобраться. Далтон, я боюсь представить, что Виктор сделает с теми, кто встанет у него на пути. Но если мы не будем действовать, всё равно умрём. Так ведь? Так что нам, в принципе, это нечего терять. Я была вынуждена согласиться. Ты прав. Вот в этой истории тоже есть лишние реплики. То есть, например, она пишет, я вынуждена согласиться. Зачем ещё раз делать её реплику и говорить, что ты прав? Это не совсем корректно. На самом деле, новелс меня немножко напрягает. Я надеюсь, что какая-то другая история тут, в принципе, неплоха. Но что-то здесь не так, понимаешь? Тут тоже есть какое-то вот такое нагромождение, которое, мне кажется, делает историю менее динамичной. Для начала нужно понять, кому стоит доверять. А Крису можно доверять? Я поговорю с мистером Диккенсом и ещё парой человек. Возможно, что-нибудь выясню. Встретимся вечером. Я тяжело вздохнула и кипнула в ответ. Да! Мы с Далтоном союзники. Мы с Далтоном вообще всех порешаем здесь. Ты сама понимаешь. Не вешено, Скарлайн. Что-нибудь придумаем. И будь осторожна. Спасибо, спасибо. Он быстро вышел из комнаты, прихватив с собой револьвер. А мы с Крисом как раз обсуждали, что было бы неплохо заполучить в союзнике человека с револьвером. Вот. И мы, в принципе, это, собственно, и сделали. Я вышла в коридор и нервно огляделась по сторонам. И увидела сообщение от Криса. Через 20 минут у главного входа. Погнали. Жду тебя 10 минут и уезжаю. А, я совсем забыла про... В смысле ты забыла про запланированный побег? Мать, ты тупая, что ли? Господи. В смысле она забыла? Что? 20 минут. Как раз хватит, чтобы собрать мои вещи. Конечно, сбежать из особняка. Да что, мать, сломанулась, что ли? Договорились. Погнали. Погнали. Охренеть просто. Просто забыла о запланированном побеге. Тебе за свою шкуру, что ли, не страшно? Я не понимаю. В оговоренное время я выскользнула из главного входа особняка с сумкой через плечо. Так. На крыльце меня ждал Крис. Скрестив руки на груди и прислонившись к одной из колонн, за его спиной виднелся черный рюкзак. Он явно фанат черного. Я считаю, что черный – это прям потрясный цвет. Я считаю, Крис вообще все правильно делает. Увидев меня, Крис коротко кивнул и направился в сторону припаркованных машин. Пойдемте, пойдемте. Так, почему не на той стороне лежат волосы? Подожди, здесь я подгоню тачку. Погнали. Хорошо. Все, давай. Давай, ждем тачку. Минута. И к крыльцу подъехал шикарный велоснежный Кадиллак Эльдорадо. Эта машина казалась настоящим царственным белым слоном, встреча с которым сулила удачу. Крис, сидящий за рулем, наклонился к двери и открыл ее передо мной. Откуда у него такая тачка? Готова, готова, погнали. Все, уходим отсюда. Я готова. Пойдем. Я села на пассажирское сидение рядом с Крисом и закрыла дверь. Отлично. Я по дороге из города видел придорожную кафешку. Он помигнул мне и улыбнулся. Там было объявление о лучшей бургере в штате, но это надо пробовать, мои дорогие. Поехали. Хороший бургер то, что нужно после побега из дома полного сумасшедших. Возможно, Крис нам верит, потому что он сам немножко ку-ку. Но это не отменяет его шарма. Крис нажал на педаль газа и Кадиллак свершив полукруг по двору дома, выехал за ограду. Так, ну, в принципе, мы делаем то, что и планировали. Я кинула последний взгляд на особняк Леру. Но почему тогда мы объединились с Далтоном? Возможно, это на ветку, когда мы говорим, что мы не будем сбегать из особняка. Это старое, несуразное, но одновременно очень красивое здание. Теперь не казалось меня угрожающим. Наоборот, сейчас это было старое домашнее животное, которого бросили хозяева. Слепые глаза и в окон провожали меня с одним вопросом. Почему? Почему ты меня бросаешь? Прости, дом, ну ты уж как бы слишком жуткий какой-то. Взметнув фонтан придорожной пыли, машина выехала на дорогу и пронеслась вглубь леса. Пойдемте. Ни ну о чем. Деревья замелькали с обеих сторон. Опять эта, господи, мерзкая вещь. Мотор успокаивающий рычал под капотом, под зеркалом заднего вида, болталась фигурка гавайской танцовщицы Улы. Боги хоррор-фильмов были явно нами недовольны. А были бы явно, потому что это слишком весело, да. Что ты имеешь в виду? Да потому что, пожалуй, плечами расслаблено ведя машину. Ну потому что они просто уезжают. Ну мы свалили из проклятого дома, камон. Так не положено делать, что это такое? Нарушили правила хорроров номер 73. Нельзя сбегать из дома раньше развязки. Мне кажется, мы все прегрально сделали. И в принципе шестая глава станет последней главой в этой всей истории. Это была настолько абсурдная шутка, что у меня из груди вырвался искренний смех. Да, наверное, мы нарушили какое-то правило. Я посмотрела в боковое зеркало, но особняк уже скрылся за бесконечным чистоколом деревьев. Думаешь, он все-таки проклят? Этот дом. Крис даже сбаивал скорость, чтобы повернуться ко мне и скорчить удивленную мину. Карлайн, ты все еще думаешь, что этот гребаный особняк, в котором жил когда-то манек убийца, никак не причастен к тому, что мы видели? Конечно, это проделки всего дома. Я не знаю, что видела. Я знаю, но говорить об этом вслух очень страшно. Вообще, я ненавижу дешевые ужастики. Фу. Иронично. Кажется, ты оказалась в одном из них. Это так. Я лишь отпахнулась от этой колкости и продолжила медитативно разглядывать пейзаж за окном. Через пару минут я украдкой посмотрела на Крисор, который расслабленно рулил монструозным кадиллаком. Он такой сосредоточенный на дороге. И такой красивый сейчас. Я его вообще сколько знаю? Пару дней? А как будто уже давным-давно с ним знакомы. И вдруг что-то вязкое навалилось на меня сверху. Виски сдавило раскаленным обручем, а под дых словно ударили коленом. Я резко втянула воздух, чувствуя, как сознание начинает плыть. Все вокруг Крис-машина, эти чертовые деревья на обочине раздвоилось и начало мерцать, будто бы одну секунду я оказалась в центре дискотеки. Что это за чувство? Это Витя. Это Витя опять шкодит, шкодит. Что происходит? Как будто скручивается вокруг меня бесконечная спираль. Все плывет перед глазами, покровом маревом. Словно кто-то на заднем сиденье сдавливает пальцами мне виски, как будто это уже со мной происходило. Это что и есть дежавю, что ли? Это машина. Запах крепких сигарет. Темный лес за окошком. Крис за рулем смотрит на меня, открывает рот и говорит, Я тебя забыл спросить. Подожди, в смысле? Это она про текущую жизнь? Но явно во временах Виктора Леру не было кадиллаков, правильно? Да. Поэтому все нормально. Вся эта зыбкая пенка схлыла в одну секунду. Ты вообще откуда родом, Кэролайн, а? Тебе надо успокоиться, Кэролайн, пока крыша окончательно не поехала. Вот что перенапряжение творит с организмом. И зачем я переспросила? Я тоже не знаю, зачем ты переспросила, мать. Откуда ты родом? Алло. Могу в третий раз повторить? Придя наконец в себя, я облизнула пересохшие губы и ответила на вопрос. Чикаго. А ты? Денвер, Колорадо. Понятия не имею, где это все находится. Я знаю, что это... Просто знаю, что это все в США. Единственное, что я могла вспомнить про Колорадо, это хребет Маунт Массив и горнолыжный курорт Аспин. Мистер горнолыжный рейнджер, дай угадать. Каилл, ты что, любишь кататься на лыжах? Крис аж поперхнулся от неожиданности и замотал головой. Нет, не особо. Это что, все, что ты знаешь о Колорадо? Ну... Если ты еще скажешь, что я из семи шахтеров, то это будет просто комбо. Шахтеров? Крис хмыкнул себе под нас. Вообще ничего ты не знаешь о Колорадо, ну камон. Я обвражительно улыбнулась. Ну, что ты хочешь от городской жительницы? Чикаго это все, что я знаю. Да, я действительно мало как-то знаю о Крисе. Надо исправлять это недоразумение. Так, о чем мы спросим? Семья, карьера, мечта. Ну, про мечту мы вроде и знаем. Это стать актером. А карьера тоже планируется как актер. Давайте спросим про семью. Крис, скажи про свою семью, пожалуйста. Зачем? Затем? Просто интересно, конечно, если это не секрет. Нет, не секрет. Мои родители фермеры. Выживают в мире по соседству с Walmart'ами и прочими корпорациями. Хорошо, что сейчас экологически чистые продукты в моде. Они славные люди, которые привыкли к честному труду. По-другому ты и не скажешь. Машина резко затормозила. Крисе беспокойно покрутил головой и нервно вцепился в руль. Я не понимаю. Что такое? Мне показалось, что тут нет. Он замолчал, посмотрел в зеркало заднего вида, будто заметил там кого-то знакомого. Нас не отпустит этот чертов особняк, все ясно. Я последила за его взглядом и увидела лишь бесконечный чистокол деревьев, меж которых сгущался вечерний сумрак. Что случилось? Все мы потерялись. Я не помню эти развилки. И правда, дорога впереди расходилась в две противоположные стороны. Атмосфера в салоне машины изменилась, как будто регулятор температуры резко выкрутили в ноль. Я почувствовала, как воздух сгустился вокруг меня и как напряглись плечи Криса. Ладно, попробуем поехать направо. Он надавил на педаль газа и Кадиллак повернул направо. Что-то мне кажется, что... Не выберемся мы в этой серии отсюда. Мы проехали пару минут вперед, когда на приборной панели машина замигал красный огонек. Бензин. Черт, как не... А что ты не проверила, заправлена она или нет? Он обескураженно щелкнул пальцами по стеклу индикатора, стрелка которого опасливо близилась к нулю. Я же вроде проверял бак. В глазах Криса я заметила затравленный блеск. Может, он тоже спрашивает себя, не сошел ли он с ума? Ах! Ах! Через пару минут дорога привела нас все к той же развилке, на которой мы притормозились. Это все, это петля, это петля, мои дорогие. Ведь он нас не отпускает. И почему я не удивлена? Хорошо, сейчас попробуем другой поворот. Крис повернул налево, но результат был тем же. Вскоре Кадиллак оказался снова у развилки. Нет, нет, нет! Крис резко ударил по рулю и звонкий сигнал клаксона разнесся над лесом. Я вздрогнула. Черт! Да, мы ездим по кругу! К сожалению. Это вообще возможно, я не понимаю? Я не знаю. Нет, невозможно. Да невозможно, это ведь ведь тюня. Когда мы ехали сюда, то мне казалось все просто. Сворачиваем с трассы 60 и прямая дорога к дому. Не было там никаких развилок. Крис сокрушенно опустил голову на руль, прикрыв глаза изъявно, собираясь с мыслями. Я почувствовала, как внутри поднимается паника, а по плечам позвоночнику носятся мурашки. Это все нереально. Я сплю. К сожалению, моя дорогая. Нет, просто ведь тюня сказала, здравствуй, моя невеста, я тебе озвучил правила, никто отсюда не уйдет. Вот мы и не уходим отсюда. Крис выпрямился и обреченно тряхнул головой. Ну а что еще делать? Бензина нет, фигни нету. Нет, мы же хотели сбежать, бургеры поесть и остаться в живых. Господи, Киса, как же ты меня напугала, еб твою мать. Меня сейчас чуть сердце не прохватило. Киса, что за скримеры, ты мне скажи? Что за скримеры? Он пожал плечами. А что нам делать? Бензин заканчивается. А пешком мы не дойдем. Уж точно не в этом лесу. Я тяжело вздохнула и согласно кивнула. Ой, а что нам остается-то? Правила хуроров номер 74. Из проклятого дома так просто не сбежать. Хорошо, что они относятся к этому всему с юмором. Я бы не относилась, наверное. Крис хотел бы сказать что-то еще, но лишь громко чертыхнулся, еще раз ударив кулаками по приборной панели. Да, он повернулся ко мне. Прости, Карлайн, я думал, что все получится, что все так просто, взять тачку и свалить. Он грустно опустил голову. Ну, не хватит чертыхаться уже тут. Ой, ой, ты просто посмотри на это лицо. Я просто читала все это время реплики. Это просто, это мочкиные глаза. Это же глаза котика, который прямо такой... Не твои глаза, киса, не твои. Так, его голос скрежетнул ржавый металл. Ни разу не видела его таким... Ненавижу. Все должно было быть просто и быстро. Я бы отснялся и подзаработал бы дернжат на портфолио. Неплохо. Крис плотно стеснул зубы, и желваки на его скулах яростно дернулись. Он как птица яростно стопорщил воображаемые перья, словно готовый выклевать глаза всей съемочной группе. Гребаный Джесси на Родригес. Короче, чуваку просто крой этого. Я что-то не хочу прямо такие эмоциональные сцены читать. Он запрокинул голову и шумно выдохнул. Прости меня. Накопилось все за эти дни. Ничего страшного. Все в порядке. Нормально все. Что выговаривалось? Надо вернуться, перелить бенз и снова поехать утром, когда встанет солнце. Когда лес нас не запутает. Кис. Что такое киса? Так, а мы иди отсюда. Да и я дважды перепроверю, сколько у нас бензина в дороге. Крис неуверенно улыбнулся. Знаешь, я ведь и правда забыл посмотреть, сколько в баке топлива. Вот дурак. Дебил. Да, все нормально. Почему-то мне кажется, что план Криса не сработает так, как он рассчитывает. Крис тяжело дышал, опираясь двумя руками на руль. Я чувствовала, как напряжение разливается по телу свинцовой волной. Подушечки пальцев покалывало, а дыхание застряло где-то в легких. Может, он правда просто забыл проверить бензин. А может, особняк Леру просто не хочет, чтобы мы сбегали раньше времени. Вот только непонятно, что произойдет, когда это нужное время придет. Я посмотрела на Криса и не могла отвести от него взгляд. Там, за окном автомобиля, вокруг нас скучались тени мрачного леса. Деревья протянули свои узловатые пальцы ветки к голубовому стеклу. Хищный туман струился по земле, аж меш колес. Но здесь, в салоне Кадиллака, мы были вдвоем в безопасности. У нас может и не быть другого шанса провести весь вечер. Мне стоит, безусловно, поддаться искушению. Но мне нравится Крис. Ну, подумаешь, ну немножко отступил, да. Ну, ничего страшного. Я уже, видишь, как-то это... Спокойно это все воспринимаю. Я потянулась к нему и дернула Криса за рука в куртке. Крис, что? Он посмотрел на меня, видимо, снова собираясь меня успокаивать. Но что-то, в моем взгляде, заставило его осечься. Поцелуй меня. Карлай, слушай, как ты сейчас вообще не вовремя. Нормально, снять напряжение, мой отца. Нам придется вернуться. Ты сам сказал. Сейчас самое время. Крис хотел было что-то сказать, но, видимо, понял, что слова тут лишние. Он придвинулся ко мне, и наши губы соприкоснулись. Меня пронзило электрическим импульсом, и я почувствовала, как все напряжение, все то, что я копила в себе последние дни, разрушительная лавина, и накрывает меня. В голове помутнело от нахлынувших чувств. Карлайн. Я не могла оторваться от него, покрывая поцелуи моего губа, шею. Все до безумия красивое и идеальное лицо. Мои руки двумя змеями заполозли. Под его куртку, касаясь крепких плеч, шеи, обвивая вокруг, и зарываясь в копну волос цвета вороного крыла. Его фисташковые глаза словно околдовали меня, подчиняя, заставляя тонуть в них с головой. Карлайн. Карлайн. Не, я думаю, что он совершенно не против. Ты мне так нравишься. Он сказал это, оторвавшись на мгновение от моих губ. Молчи. Не надо ничего говорить. Я почувствовала, как его руки обнимают меня за плечи, скользят по шее и спине, считая каждый напряженный позвонок. Как жадно и властно Крис притягивает меня к себе. Мне оставалось лишь подчиниться его рукам. Ну, мы еще посмотрим, кто тут главный. Ха! Ооо! Мне кажется, неплохо. Хороший арт. Я резко оседлала Криса, прижав к сидению, впившись острыми кокотками в его плечи. Я почувствовала, как он вздрогнул от боли, но уже сам не мог остановиться. Приятное безумие захватило нас обоих. Его запах, его дыхание, которое я чувствовала совсем рядом с ухом. Я почувствовала, как руки Криса заползают под мой топик и нежно сжимают грудь, как скользят по спине вниз, гладят мои ягодицы и бедра. Его пальцы дотронулись до меня там, где разгоралось яркое пламя наслаждения. Я не сдерживала и застонала, раздирая своими длинными ноготками куртку на его спине. Мне хотелось целовать его, кусать, словно голодный зверь, разрывать на нем одежду в клочья. Что угодно, чтобы добраться до Криса. Я хотела Криса так, что окружающий мир для меня просто исчез. Как будто я смотрю в пустом кинозале эротический европейский арт-хаус. И я сама исполняю эту главную роль. Как будто я смотрю на себя со стороны. Я будто не управляю собой сейчас, в смысле кто-то другой. Ты такую эротичную сцену разрушили, ты просто посмотри. Я хочу, чтобы кто-нибудь меня защищал. Я почувствовала, как лицо что-то сжимает. Защищала от того, что я так желаю. Его дыхание, которое я чувствовала совсем рядом с ухом. Но я не могу ничего с собой под... Вы почему так напряженные? Алло, это сцена шпега в машине? Вы что делаете, суки? Вы что вообще творите? Будто на моем лице маска. Мне страшно. Маска лес... Я почувствовала, как мышцы Криса напряжены, как его пальцы двигаются внизу. Невольно я начала двигаться ему навстречу, заставляя костер наслаждения превратиться в настоящий лесной пожар. Пожалуйста, больше не надо вот этих вот... Вот этих вот вы... Жадный, безумный и пожирающий все на своем пути. Мы степили взглядами его фисташковые... Опять фисташковые глаза. Зачем повторять это по 10 раз? Глаза смотрели на меня завороженно и с восхищением, с желанием. Жадный, безумный, пожирающий все на своем пути. Интересно, о чем он сейчас думает? Неужели он что-то действительно чувствует ко мне? И пальцы Криса продолжали свое медленное движение. Я выгнала спину в удовольствие и прижимаясь к нему еще сильнее. Я чувствовала, как он напрягается сквозь одежду. И то, что он не хочет переходить границы странным образом, заводило меня еще больше. Я рухнула перед ним, словно сделав шаг с края обрыва. И поцеловала Криса. Его мягкие губы с готовностью ответили на поцелуй. И я почувствовала, как меня накрывает яркая вспышка. Мышцы внизу живота на секунду свело судорогой, которая прокатилась по всему телу. Я застанала сквозь тиснутые зубы и сжала пальцы на крепкой шее Криса, оставляя там красные следы. Обмякнула в нижних объятиях Криса, утонув в бесконечной неге. Из-за цепенения меня вырвали его поцелуи. Крис мягко касался губами моего уха. Нам надо ехать. Блин, ну надо, так надо. У меня хватило сил, лишь сползти на пассажирское кресло. Да, погнали. Это было напряженно, господи, эти всплывающие штуки. Ты, у тебя нет выбора, кто-то за тобой наобляется странный. Что это такое вообще? Я просто сидела, если честно, у меня вот из-за этих штук просто все, вот все настроение, что-то я тут саду пропала. Потому что, понимаешь, я тут же собралась, я тут же вот напряглась как-то. Нет, так нельзя делать, так нельзя. Это ужасно просто. Он наклонился еще раз, запечатал мои губы поцелуи. Ну хотя, если учесть, что они находятся в петле, возможно, там Витек где-то рядом, да, сидит. Это было бы здорово. Все, погнали. Я почувствовала, что мое сердце еще раз пропускает удары через раз, но дыхание вроде бы начало восстанавливаться. Да, прекрасно. А ты мой сладкий, что ты такой у меня покрасный, мне присидит. Он снова завел машину и резко дернул рычаг механической коробки передач. Кадиллак натужно зарычал и сдал назад и покатил обратно к особняку. Зачем нам знать, что это механическая коробка передач? Очень интересный вопрос. Все, видишь, уже придираюсь. Уже как бы, да, придираюсь. Если уж побег не получится, то лучше бы вернуться поскорее. Остаток пути до особняка мы преодолели в полной тишине. Обратная дорога заняла совсем немного времени. Буквально пять минут. Словно за все это время мы так и не смогли уехать от него дальше, чем на пару километров. Крис подогнал Кадиллак к крыльцу особняка. Я вышла из машины, и Крис быстро припарковал ее у автобусов, кинокомпанией. Подбежал ко мне и кивнул в сторону входной двери. Ну пойдем, посмотрим, не перегрызли ли они друг другу глотки, пока нас здесь не было. А, ну это вряд ли. Кажется, я слышала, как Эмми орет на Джейсона. Все как обычно. Ну хоть что-то не меняется, да. Ну пойдемте. Я начала подниматься на крыльцо, но Крис остановил меня. Каролайн. Каролайн! Что? Завтра жду тебя во дворе в 9 утра. Сегодняшнюю попытку будем считать репетицией. Конечно. Конечно, пойдемте еще раз попробуем уехать отсюда. Ну. Может быть солнечные лучи действительно что-то и сменят, потому что все-таки начало темнеть. Да, договорились. Давай. Я посмотрела вверх туда, где на крыше снова крутился на ветру латунный флюгель. Этот дом думает, что нас переиграет и уничтожит. Переиграет и уничтожит. Ну так вот, это я вас переиграю и уничтожу. Вы поддерживаете за воскресенье. Клево, да. Пойдемте, пойдемте. Погнали. Нам надо пережить ночь. Давай, дамы и господа. Ой, зашли внутрь особняка, в котором все так же кипела суета. Я займусь подготовкой. Свистну канистру утикой и на этот раз заправлю кадиллак под завязку. Значит, завтра утром. Так. Да. Надеюсь, в этот раз мы уедем хотя бы чуть дальше. Надеюсь, в этот раз мы все-таки попробуем те бургеры, о которых я рассказывал. Крис, вот ты где! Что такое? Что? Ну иду, я иду. Крис снова успехнулся и подмигнул мне. Ладно, пока я здесь, надо делать вид все-таки, что я работаю. Беги, беги. Крис, не оборачиваясь, пошел мимо пары свидетелей и скрылся в дальнем коридоре. И снова я в этом жутком особняке. Согласна. Тут мой взгляд упал на проход, ведущий в столовую. Точно, я же сегодня даже не за. Пойдемте пожрем. В смысле? Я вот тоже, кстати, немножко голодна сейчас, да? Надо покушать. Недолго думая, я пересекла холл и вошла в некогда роскошный зал. Там-то тетка до сих пор там стоит. Вот со вчерашнего дня я тебе отвечаю. Там в гордом одиночестве подтягивал кофе Рори Диккенс. В руках у актера были отрывки сценария. Между глотками он зачитывал реплики вслух. О нет, Элизабет, моя любовь, зачем же так рано ты покинула меня? Так, он устрогнул, когда услышал мои шаги. О, Элизабет, ты ли это? Нет, я Кэролайн. Попрошу вас, да? Диккенс хмыкнул и вернулся к читке. Я вытащила из колотильника сэндвич с индейкой и устроилась за столом напротив актера. Я тебе не помешаю? Да, наверное, да, нормально все. Нормально, нисколечко. Он сухо улыбнулся. Как тебе сцена? Сцена? Ну да, смерть Элизабет впечатляет? После того, как я убедилась Сака внести мои правки, очень впечатляет. Думаю, из меня выйдет неплохой сценарист Эми. Тоже так он осекся. Эми? Вы что? Нет никаких мы. Нету, нету. Актер ненадолго замолк, а затем театрально всплеснул руками. Точно, между ними же что-то там происходит. Да, устал он. Ну, понятное дело, отговорки. Решил слиться. Слиться решил он. Спасать ее от самой себя. А, не с разговора. Это правильно. Дело спасения утопающих. Дело рук, как говорится, самих утопающих. Да, Киса? Кажется, я понимаю, о чем ты. Но пока она не захочет. Я знаю. Я знаю. Рори в сердцах швырнул на стол сценарий. Я все прекрасно знаю, и поэтому больше не могу. Все мои разговоры, попытки вразумить. Я ведь актер Кэррлайн. Я должен жить ролью. А тут она... Нет, нет, с меня хватит. Я, сочувствующий, накрыла его ладонь своей. Мы не несем ответственность за других людей. Диккенс грустно улыбнулся. Порой принять это очень трудно. Но надо как-то попытаться, да. В этот момент в столовую вошел Зак. А вот ты где, Диккенс, да, видел, как ты вернул телескоп? Да, спасибо. Оказывается, спрашивать разрешение не так же страшно, а? Актер молча закатил глаза и отвернулся. Откуда здесь телескоп? Я привез. А что такого? О, зачем он ему? Это странно. У меня на фоне играет кот. Я дико прошу прощения. Так, ну-ка подробнее, пожалуйста, расскажите нам. Любишь смотреть на звезды, я так понимаю? А, нет, не совсем. Я люблю подглядывать с другими людьми, да? Просто сейчас период один. Особенный. В смысле особенный? Скоро в ночном небе появится редкая комета, пролетает мимо Земли. Она раз в сотни... Вот этого и ждет Витюня, мои дорогие. Витюня ждет комету. Все ясно. Каролайн Гершель или Лисий Хвост? Почему там наше имя? Погоди. Что? Комета. Ее называют Лисиим Хвостом. Перед моими глазами тут же мелькнула зловещая маска, и жуткая догадка не заставила себя ждать. А вдруг это не совпадение? Конечно, это не совпадение. А вдруг Виктор ждал именно этого? Мы, собственно, об этом решили. Вот пришли к тому же выводу. Когда ты сказала, она пролетит? Завтра ночью. Ну, все пиздец. На лице закомелькнуло удивление, и что-то еще едва уловимое. Затем он обаятельно улыбнулся. У тебя какие-то проблемы с этой кометой, Каролайн? Что-то не понимаю. У меня-то проблем нет. У нас всех есть проблемы с этой кометой, и с Витьком, который тут ходит и ждет, когда же эта комета наконец пролетит. Я выдвинула ответ на улыбку. Просто вспомнила кое-что, да. Не успела я подняться со стула, как вдруг. А шо этот Джейсон там на кого-то ругается? Вслед за истошным криком режиссеру позвышался звон бьющегося стекла. Я и Рори вздрогнули, а Зак вздохнул. Так, надо их угомонить как-то, да? С этими словами он отправился на площадку. Мы с Диккенсом переглянулись и поспешили вслед за ним. А что происходит-то? Эми, успокойся. Не подходи. Актриса стояла посреди осколков, но ее лице застыла гримаса гнева. Хватит спектаклей, ты уже переигрываешь. Не говори мне, что делать, Джейсон. Ага. Эта лампа стоила тысячу баксов, и ты знаешь, кто за нее заплатит. А вычтите из моей зарплаты, дорогуша. Зрачки девушки были расширены, и в глазах сверкал нездоровый блеск. Неужели она все-таки... Эми, прошу. Диккенс приблизился к... И попытался дотронуться до ее плеча. Зачем ты это делаешь с собой? Актриса гневно сбросила его руку. Тебя не спросила, ага. Потому что она неуравновешенная сука. Джейсон активно жестикулировал, нелепо сотрясая рупором в правой руке. Да ты благодари судьбу, что я согласилась в этой твоей пародии на жалкое кино. Джейсон злобно скривил губы, почти оскалился. В его глазах читалось отвращение. Мне кажется, вы все каким-то дерьмецом, если честно, пропитаны. Кроме Криса. Возможно, потому что это самая адекватно прописанная ветка, но это прям... Ну и этого Далтона. Далтон тоже еще нормальный, но это капец. Играть? Да твой диапазон хуже, чем у дохлой рыбы. Еще одно слово, и тебе конец. Понял, урод? Ад, угрожаешь единственному человеку, который решился дать тебе работу? Серьезно? Я все знаю, Джейсон. Все твои грязные секретики. Что ты несешь? Эмми истерично захохотала. Сам все расскажешь? Или я? А? О чем ты, Эмми? Эмми, что ты несешь? А то сам не знаешь, сколько бедных девушек ты довел до нервного срыва. А может, еще что похуже с ними не делал? Есть у меня тут пара знакомых актрис. Заткнись! Я не делал ничего такого, чего бы они сами не хотели. Все вы так говорите, ублюдки. Ступиться за Эмми, конечно, ты что, с ума сошла, что ли? Из них двоих мне больше импонирует Эмми, потому что хотя бы ее демоны мне более-менее понятны. А Джейсон это просто какое-то большое сплошное недоразумение. Я подошла к актрисе ближе. Она права, Джейсон. Твое поведение порой неуместно. Мягко говоря, да? Пошел в жопу. Разочаровал. Да кому ты нужен? Да тут честь свою нужно спасать. Что? Да как ты? Я думал, тебе можно доверять. Прости, но я уж не могла смолчать. Эмми победно улыбнулась. Это называется солидарность, мистер Родригес. Вам такого не понять. Эмми, у меня для тебя плохие новости. Актриса хмыкнула. Ах, как интересно. Твоя новая подруга всадила тебе нож в спину? Что? Что? Мы переписали сценарий, ты больше не главная героиня. Теперь это история про Элизабет Леру. И Карелайн с радостью согласилась. Эмми слегка согнулась, будто кто-то дал ей поддых. И глаза девушки рассеянно забегали. Затем она сфокусировалась на мне. Очень тихо, но твердо спросила. Как ты могла? Да врет Джейсон все. Ничего такого не было. Ничего не было. Эмми, он врет. Ты что, не видишь? Он просто пытается тебя запутать. Поздно давать заднюю, милая. Он повернулся к сценаристу. Что ты молчишь, Зак? Разве я вру? Я умоляюще посмотрела на Зака, но он лишь молча помотал головой. Ах ты, сука! Она внезапно рванула вперед с такой звериной яростью, будто была готова вцепиться мне в глотку. Зак попытался ее задержать, но она с уверенностью дикой кошки, с ловкостью дикой кошки, короче, пробежала к нам. Вмиг, когда я поняла, что столкновения не избежать, между нами вывез Рори. Он перехватил Эмми обеими руками и крепко прижал к себе. Пусти меня, козлина, не смей трогать! Тише Эмми, прошу, успокойся. Они этого не стоят. Отпусти! После нескольких безуспешных попыток вырваться, Лью обеселенно повисла на руках Рори. Ну, сорян. Пожалуйста. Ярость в ее голосе сменилась отчаянием. Что же до тебя, Джейсон? После этого фильма ноги Рори Диккенса не будет в твоей студии. Ты веришь чертовым сплетням? Я не понимаю, думаешь, я принуждал к чему-то актрис? Сплетни или нет, я дорожу своей репутацией. Здесь и сейчас я лишь из-за любви к этой истории. Он бросил красновечивый взгляд на Эмми. И тут в центр площадки неожиданно вышел Зак. Раз уж у нас вечер откровений, то вы не в курсе всех обстоятельств. А что-то Заке же было у нас на мистнического. Зак! Режиссер бросил на него встревоженный взгляд. Да вы все сговорились, что ли, здесь? Прости, я не мог молчать, когда дело касается всех. О чем ты? Выкладывай, Зак! Сценарист кивнул. На нас насели инвесторы, они закроют фильм, если мы не закончим его за две недели. Джейсон, это правда? Родригес развел руками. Ну наконец-то, наконец-то все говно повылезало, как говорится. Если не успеем, меня обвинят в растрате. Все заберут, группа не получит денег и скорее всего я окажусь в тюрьме. Я так и знала, что ты мошенник! Джейсон вздохнул и немного помолчал. Как слова явно давались ему с трудом. Рори, Эми, Зак, Каролайн, вы нужны мне все! Пожалуйста! А вот как ты запел! А, да чего же ты жалок! А знаете что? Пусть! Пора открыть все карты, пусть все знают! Режиссер встряхнул головой быстро, почти бегом забрался на середину лестницы. Что ты делаешь, дружище? Родригес проигнорировал его и поднес карту рупор. Его усиленный голос отражался от стен и разнесился по всему дому. Так, группу зовет вниз? Что ты задумал? Пусть сами решают на чьей стороне. Люди неторопливо стякивались из разных уголков особняка и Джейсон то и дело подгонял их. Я оглядывалась в поисках Далтона, но его нигде не было. Он бы сейчас, конечно, тут не помешал. Когда около лестницы уже собралась толпа, режиссер откашлялся и заговорил. Друзья, я создал свою компанию, чтобы снимать кино по своим правилам. Я не хотел зависеть ни от всемогущих боссов студий, ни от инвесторов кровопийц, которые не видят разницы между шахпотребом и искусством. Но, увы, все вышло немножко иначе, и я не смог договориться с нашими спонсорами. По залу прокатился рокот. Они больше не дадут нам ни цента и грозятся закрыть проект. Из толпы послышались ошеломительные выкрики. Люди притихли. Чтобы фильм вышел в прокат, нам предстоит закончить съемки за две недели. И это условия, которые выдвинули инвесторы. Успеем, да нормально все будет, я обещаю. Ваши труды окупятся слегкой. Мы уже многое вложили, осталось совсем чуть-чуть, чтобы довести дело до конца. Каждый, кто не готов сделать последний рвок, может покинуть площадку прямо сейчас. Пусть не сразу, но чеки я вышлю. Все остальные получат не только заработную плату, но и хороший бонусной процент с проката. Несколько человек тут же отделились от команды и направились к выходу. Остальная группа замерла на несколько секунд, будто парализованная. Затем в толпе раздались редкие хлопки. А через пару мгновений они переросли в аплодисменты. И вновь зазвучали голоса. Мы с тобой, Джейсон, конечно же. Я растерянно переводила взгляд с Родригесона, Рори, Эми и Зака. Сценарист лишь пожал плечами. На удивленном такой реакции он не выглядел. Они так уважают Джейсона? Или они просто слишком давно его знают? Одобрительный гул нарастал, но режиссер поднес ко рту мегафон и все тут же смолкли. Спасибо. Я в вас не сомневался. Он шагнул с лестницы, толпа раступилась перед ним. Родригес гордо пересек зал и подошел к массивной парадной двери с изображением волка и лисы. Вставил ключ в замок и сделал два оборота. Затем развернулся к команде и странновато улыбнулся. Больше никто не покинет дом, пока мы... Его тоже, что ли, окутал Виктор Леру? Что это такое? Это что за пиздец такой? Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Они как бы ходу загнут. Так, какая часть картины-то? А, ну ладно, просто светящиеся глаза. Я хочу сказать, ловушка этой всей истории постепенно начинает над нами захлопываться, потому что, кажется, мы просто тупо останемся внутри особняка и реально будем работать до упаду. Мы теперь понимаем, что Виктор Леру ждал комету для того, чтобы провести свой ритуал, и по-любому ему нужно согласие нашей главной героине, но хотя можно, конечно, провести и без согласия, но самое главное, что это комета, лисий хвост, и теперь какой-то символизм в истории на самом деле начинает принимать понятные для нас обороты. Будем смотреть дальше. В принципе, неплохо, неплохо, хотя меня немножко смущает, видишь, я немножко пропускаю реплики, потому что меня смущает вот это нагромождение нужных иконок. Пиши, как тебе наконец-то вернуться к крови на софитах, как тебе эта серия, как тебе вообще эта история. Мне будет очень приятно почитать ваши отзывы, ну и на прохождение на историю, на все, на все. Вот, с вами была Эйли, всем пока!